В Славянской межпоселенческой библиотеке прошла литературная встреча с юными славянцами, воспитанниками детской школы искусств имени Григория Пономаренко и воскресной школы. В рамках встречи юные читатели узнали о жизни и творчестве Виталия Борисовича Бакалдина, который внес огромный вклад в духовную жизнь и развитие культуры и литературы края. Виталий Борисович Бакалдин Встречи рассказали о детстве преподавательской и редакторской деятельности Виталия Борисовича, прозвучали известные стихотворения поэта, причем читали их сами участники мероприятия. Стихи о хлебе. Хлеб? Вот невидаль какая, закричит мудрец иной. Я по вкусу покупаю белый, серый и ржаной. Мне его снимает с полки тетя Зина, продавец. Я его ношу в кошелке, скажет мой маленький мудрец. По дороге, между прочим, хлеб горячий вкусен очень. Я пока пройду свой путь, не могу не отщипнуть, а потом его не ем, не люблю его совсем. Мне о хлебе все известно, мне читать неинтересно. К нам сегодня были приглашены ребята из воскресной школы, из детской школы искусств. Мы провели с ними поэтическую площадку, на которой дети зачитали стихи Виталия Бакалдина. Особенно полюбилась им, я думаю, девочки уже сказали, стихи о хлебе. Также стихи о животных они читали. Дети читали с выражением. Нам хотелось, чтобы дети, читая стихотворения, смогли передать все то, что хотел отразить поэт в своих стихотворениях. В конкурсе чтецов стихотворений Виталия Бакалдина приняло участие около 10 ребят. По мнению жюри, лучше всех поэзию кубанского поэта прочувствовали и смогли донести слушателям Елизавета Вишневская и Мария Корякина. Они и стали победительницами. Мне очень понравился этот автор, особенно стих о хлебе. Он очень сказал про мудреца, про маленького. Так вот сказал, мне понравилось. Хорошо пишет стихи, постараюсь тоже так научиться. И вообще, я уже много лет занимаюсь чтением стихов на многих конкурсах. Имя нашего земляка Виталия Бакалдина навсегда вписано в золотой фонд кубанской словесности. Его произведения вошли во все хрестоматии и учебники литературы, изданные для кубанских школьников. Композиторы кубани Григорий Пономаренко, Григорий Рывкин, Евгений Алабин создавали на стихи поэта свои песни. Это такие произведения, как «Краснодарский вальс», «Ой да на Кубани зори ясны», «Над Кубанью реченькой». Есть люди, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с жизнью своего родного города, края всей России. Именно к таким людям и относится Виталий Бакалдин.